Друзья, всем привет! Сегодня я предлагаю вам отправиться в Северную Америку и посмотреть, что происходит там ночью. Ведь её пустыни полны опасностей и буквально кишат скорпионами, тарантулами и скалопендрами. И выжить среди таких соседей будет совсем непросто. Всем, кроме нашего героя. Вы на канале ЗнайТВ и сегодня мы посмотрим на скорпионового хомячка в деле. Не забудьте оценить видео лайком и подписаться на канал, если вам нравится данная тема. А мы уже начинаем. Знакомьтесь, вот это и есть наш сегодняшний герой. Грызун из семейства хомяковых, которые, если и могут кого обидеть, то только таких же хомячков. Внешне тоже ничего устрашающего у нашего героя нет. Красивое серое брюшко, маленькие блестящие глазки, но кого он может обидеть? Да и не всегда они вырастают более 10 сантиметров, а вес не превышает 60 грамм. Скорпионовый хомячок. Мышь-оборотень. Кузнечиковая мышь. Именно так зовут нашего героя. И это вовсе не потому, что он прыгает как кузнечик. Просто хомячки обожают охотиться на вкусных и сочных скакунов. Хотя в их пасте частенько оказывается и более опасная еда. Огромные черные глаза зверька выдают, что на охоту он любит выходить по ночам, а днем он отсиживается в норках, заботясь о подрастающем потомстве. При этом они никогда не роют себе норы сами, а с удовольствием конфискуют уже готовые, заодно съев ее хозяина. Ведь эти хомячки, в отличие от своих ближайших родственников, никогда не едят корм. Они единственные в своем роде, полностью плотоядные животные. К тому же они объединяются в пары и часто работают в команде. Одна такая семья может контролировать территорию в несколько гектар. Больше особо рассказывать про него нечего, поэтому давайте же посмотрим, на что способен скорпионовый хомячок в деле. Это древесный скорпион, и в его хвосте содержится самый сильный яд среди всех скорпионов в Северной Америке. Каждый год сотни людей попадают в больницу от укусов этих желтых хищников. Но сегодня на его пути встретился маленький ушастик, и он не любит скорпионов. Точнее, любит, но по-своему. Скорпион атакует первым, нанося удар своим ядовитым жалом. По всей видимости, это малоприятно, но хомячок даже не думает отступать. Другой противник давно уже валялся без движения, но он все атакует и атакует. Хомячок закрывает глаза и ориентируется на вибрации от противника, улавливая их своими усиками. Постепенно он добирается до жала скорпиона, и теперь у него уже нет оружия. Одержав победу, охотник уносит ядовитого противника к себе в нору. Но что это было? Возможно, у скорпиона не получилось как следует ужалить этого наглеца. Давайте посмотрим на другое сражение. Этот скорпион более агрессивный. Он сразу хватает хомячка клешнями и наносит серию точных ударов жалом. Но это даже не отпугнуло грызуна, и он продолжает нападать, как ни в чем не бывало. В конце концов, хомячок добирается до жала скорпиона и, схватив за него, уносит свою добычу. Конечно, такое необычное поведение заинтересовало ученых, и они решили повнимательнее изучить хомячка. Был проведен эксперимент, в котором обычной мыши и скорпионовому хомячку ввели одинаковое количество яда древесного скорпиона. Так вот, как и следовало ожидать, обычная мышь через несколько минут умерла. А вот хомячок будто не почувствовал укола. Он продолжал вести себя, как ни в чем не бывало. И даже другие типы ядов, наподобие формалина, на его организм никак не действовали. Разгадка здесь кроется в уникальном строении клеток животного. Например, у нас с вами, да и у хомячков тоже, сигнал о боли передается по нервным клеткам в мозг, а именно по их натриевым каналам. Это такой активный белок в клетках живых существ. Так вот, когда жалят скорпионового хомячка, то токсин из яда связывается с натриевым каналом и закрывает его. Нервные клетки животного просто-напросто немеют. Получается, его организм убивает сразу двух зайцев. Он не чувствует боли и не дает токсинам распространиться дальше. Скорпион может наносить десятки ударов жалоб, но против такой машины у него нет шансов. Ученые усиленно занимаются изучением скорпионовых хомячков. Ведь такой принцип может послужить основой создания универсального обезболивающего, не имеющего никаких противопоказаний. А это гигантская скалопендра. И она тоже есть у нас на канале. У нее еще более токсичный яд. Но разве это остановит пушистого охотника? На этот раз против него используются ядовитые многочелюсти. И хомячок снова получает удар за ударом. Он пытается уворачиваться от атаки, но не всегда это получается. Наверное, такие удары только подзадоривают нашего бойца. И хомячок нападает на скалопендру сверху. Ядовитая многоножка тоже становится добычей этого пушистого охотника. Скорпионовые хомячки даже празднуют победу над своим противником. После охоты они поднимают голову вверх, издавая зловещий пронзительный звук. Так что если вы слышите такой вой, знайте, где-то рядом пал ядовитый скорпион. Шучу. На самом деле так они заявляют о своих правах на территорию. Ну и как средство коммуникации, такие звуки тоже можно использовать. Правда, выглядит все это действительно пугающе. После таких противников опасный таранту может показаться не сложнее, чем обычный кузнечик. Скорпионовый хомячок с легкостью отражает его удары, а затем кладет огромного паука на лопатки. Не брезгует он и своими родственниками, ведь в пустыне найти еду достаточно тяжело. А такой добычи семье хватит надолго. Даже небольшие змеи могут стать добычей этой опасной мышки. Только представьте, мышь поймала змею, но и такое бывает в американских пустынях. А вот если змея будет побольше, то уже хомячку придется уносить ноги. Ведь такой охотник запросто может съесть его целиком. Но и тут быстрая реакция грызуна не подводит и спасает ему жизнь. Ну и конечно, против более крутых ночных охотников, даже скорпионовые хомячки оказываются бессильны. На этом все. Надеюсь, вам понравился такой бесстрашный маленький герой. Тогда не забудьте оценить ролик своим лайком. Пишите в комментариях, какая схватка вам понравилась больше всего. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. И обязательно включайте оповещения о новых роликах. А я с вами прощаюсь ненадолго. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok